Вспомним несколько аятов из суры «Аль-Джа-Фия». «Джа-Фия» — это значит «стоящие на коленях». Аль-Хамду лиллях, что Аллах дал нам Иман, Ислам, Кур'ан, послал нам Пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум саллиллаху алейкум, который нас оповестил о том, что будет в будущем, и научил нас делать намаз, научил нас вставать перед Аллахом на колени. Здесь мы это делаем по своей собственной воле, нас никто не заставляет, не принуждает. А в Судный день Аллах говорит о том, что Он поставит всех на колени. Уже кто-то, кто научился здесь, по собственной воле встает, а кто не умел их, образно говоря, заставят. Вот что Аллах об этом говорит. Сура 45, аят 26 и ниже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 умертвит. Сумма, затем через какое-то время, яжма'укум вас соберёт. Куда соберёт? Иля яуми-л-қияма. Ко дню вставания. Встанем мы откуда? Из могил все встанем. Ля райба фи. В этом дне никаких сомнений нету. Всё заканчивается, и дунья тоже закончится. У любого фильма бывает конец, у любой книги бывают заключения, у любой жизни, в том числе нашей с вами жизни, будет конец. В этом никаких сомнений не должно быть. Нет этих сомнений. Ля райба фи. Нет, вообще ни грамма сомнений нет. Валякинна ктараннаси ла яаламун. Однако большинство людей этого не знают, думают, что их фильм будет бесконечный. Таких фильмов не бывает. Всегда бывает the end, конец. Да? И так же сообщи, пусть люди знают, что Аллаху принадлежит власть на небесах и на земле. И когда наступит час, имеется в виду судный час, час судного дня, в тот день окажутся в убытке те, которые пытаются сделать истинную ложью. Албуталю юбуталю, это значит обманывают. Обманывают кого? Сами себя обманывают, окружающих обманывают. Говорят, нет, мы живём один раз, надо от жизни всё получить, кайфовать, отдыхать, зарабатывать, и не важно как, всё равно мы умрём, и всё кончится. Нет, тогда они, говорят, окажутся в серьёзном убытке в день, в час суда, в час судный день. В чём это будет проявляться? Ватаракуля умматинджайфия в том, что ты увидишь всех общины, не одна Личность, а общины, будут люди разделены на общины. Верующие, неверующие, мусульмане, христиане, атеисты и так далее. Вот так на группы, группы будут люди разделены, и все будут стоять на коленях. Ватаракуля умматинджайфия Ты увидишь все общины на коленях. Каждая умма, каждая община будет призвана к её писанию. Аль-яума тучзау намакунтумтаамалун И скажут, сегодня вы получите воздаяние за то, что делали. За то, что делали. Что это за такая книга, что за писание такое? Вся любая, каждая умма, каждая община будет призвана к своему писанию. Аллах говорит, что это за писание. Это наше писание, не ваше, наше. Который будет говорить с вами бель-хақ истинным образом. Обманывать не станет. То, что есть, скажет. Инна куннанастан сих. Поистину мы снимали копии. Макунтумтаамалун того, что вы делали. Значит, это книга деяний. Всё будет записано. И она сама будет с нами разговаривать. Она будет иметь дар речи. Вааллах аля. Вот сейчас люди в это легко могут поверить. Потому что бывают такие вот какие-то большие экраны на каких-то футбольных матчах и так далее. И с этого экрана нам что-то говорят. А раньше люди не верили. Говорили, как так? Что за книга? Как это наша вся жизнь и жизнь всей нашей общины поместится в одну книгу? Это какая толстая книга должна быть? Тем более, раньше писали не на бумаге, а на коже или ещё на чём-то. Люди сомневались. И тогда учёные приводили им в пример зёрнышки, зёрнышки. Разные дерева имеют своё зерно, свою косточку. От финика вот такая, как фаланга пальца. От инжира вот такая, как, не знаю, что, как, с чем сравнить её? От инжира с чем сравнить можно косточку? С киви. С киви? Киви тоже мало кто знает. Можно сравнить с кончиками иголки. А, какая такая? А? Сахара. Да, как кусочек сахара. И вот ты посади от финика, например, вот эту косточку и жди, чтобы выраст инжир. Когда-нибудь такого кто-нибудь добьётся? Не добьётся. И посади от инжира вот эту маленькую косточку и жди, что вырастет финики. Будет такого? Не будет. И вопрос, как такие маленькие косточки? Вся информация про дерево собрана. В этом есть у кого-то сомнения? Нет у него кого-то сомнений? И так вот, если Аллах захочет в одну книгу, всю информацию о твоей жизни соберёт. Хада китабу Это наша книга, которая будет вам разговаривать, говорить истину. Мы снимали копию того, что вы совершали. Что касается тех, которые веровали и совершали благие дела. Их Господь введёт в свою милость. Да и Аллах надо быть среди них. Я Аллах. Я Карим. Это есть великий или явный триумф, явный успех. Вот, футболисты играют, 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 мяч гоняют туда-сюда и потом чемпион становится. О, все радуются. Триумф, победили. В Аллах что-то подобное будет в судный день для тех, которые делали добрые дела, опираясь на веру. Веровали, делали добрые дела, делали добрые дела, надеясь на награду от Аллаха. Фаммалярина кафару, что касается тех, которые были неблагодарными, неверующими. Аллах им спрашивает, афалямтакун аяти тут ли алейкум, разве вам не читали мои аяты? Фастакбартум, но вы проявили высокомерие, и были преступниками. Вот, например, вот сейчас по улице много-много людей ходят, правильно? Им аяты читает кто-нибудь? Аллах говорит, афалямтакун аяти тут ли алейкум, разве вам не читали мои аяты? Кто-нибудь аяты читает им? На улице вот так выйдет? Давай, слушай, аят почитаю тебе. Никто не читает, но зато ночь, ночь, это аят. Аллах придет и ночь заменяет на день. Замением для них, аятом для них является ночь. Мы ее снимаем, с нее день снимаем, и вдруг они в темноте находятся. Смена дня и ночи. оживление нас, создание нас с вами из ничтожной капельки одной. Маленькие-маленькие мы были когда-то. И много аятов. В общем, все вот эти жизненные события, которые вокруг нас происходят, это тоже аят. Их нам сама природа, сам окружающий мир их нам читает. Но кто-то их видит, слышит, а кто-то говорит, нет, это случайность, нет, это вот так произошло. Когда им скажут, обещание Аллах это истина, судный час в нем нет сомнения, вы сказали, мы не знаем, что это такое, судный час, мы только предполагаем, мы не уверены, что будет что-то, мы вот так живем, как все. И тогда им покажут их грехи, которые они совершали, и присоединиться к ним, то, над чем они издевались. Ну, то, что они верят, это еще ничего, но самое плохое, то, что издеваются, надсмехаются над верующими, а это фанаты, это монахи, это отсталые, это такие, это сякие. И даже некоторые были там, в Европе сжигали Куран, так, издевались. И им скажут, сегодня мы вас забыли, потому что вы забыли день встречи в этот момент. И местом вашего прибежища будет огонь, наузу биллях, пусть Аллах всех нас сохранит от плохого конца, пусть Аллах всех нас сохранит от огня, и нет у вас помощников. За что это? Вроде человек прожил каких-то 60 или 70 лет, а потом вечно горит в огне. Где тут справедливость некоторые спрашивают, почему так? И Аллах отвечает, это за то, что вы взяли аяты Аллаха, знамения Аллаха, как предмет насмешек. Издевались. Издевались над Аллахом, над Его аятами, над Его праведниками. «Ва гарратку муль хаяту дуния» «Эта нижайшая ближайшая жизнь вас обманула, соблазнила». «Фальяума лаях руджу наминга» «И сегодня они не выйдут из него, из огня, и цвету». «Ва лягум юстаатабун» «И не будет у них истаатабун» «Это как принято оправдание, да? И их не будет принято оправдание». Истаатаба Вот такое вот предупреждение нам пришло в Куране, поэтому во всё это надо верить и понимать, что у нас времени мало. «Ас-сафар-у-ба-ид» «Путешествие далёкое», «Ваззад-у-л-калиль» и провизия маленькая, и надо постараться этой провизией запастись посерьёзнее. Самая лучшая провизия какая? «Та-у-а-у-а-ду-у-фа-и-на-хай-раззади» «Та-у-а-у-а-д-у-а-д-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Запасайтесь, говорит, провизией Аллах на далёкую дорогу и самая лучшая провизия это таква, это ваше состояние души, когда любите Аллаха и боитесь его. которые смеялись над Аллахом, смеялись над праведниками, своё воздаяние получат. «Фалилляхи л-хамд» — вся хвала принадлежит Аллах. «Рабби самоватю, рабби л-арт» — Господу небес и Господу земли, «Рабби л-аламин» — Господу вселенных. «Лягуль кибрия» — и высокомерие, могущество ему принадлежит. Те, которые сегодня или в этом мире были высокомерными, кичливыми, фараон, намрут и другие уже современные имена не будем называть, вы их знаете, что будет с ними? Они тоже воскреснут, как мураши, как тараканы, маленькие-маленькие. И их будут топтать, как они здесь топтали других, их будут топтать. Высокомерие, кичливость — это качество, свойственное Аллаху. «Валяху л-кибрия» — ему принадлежит высокомерие, величие. «ФИССАМАВАТИ ВАЛ-АРД И НА НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ. ВАХУАЛ-АЗИЗ» — Он могучий, Аль-Хаким и мудрый. И Аллах не спешит с наказанием, всегда даёт людям шанс, отсрочку, возможность исправиться, и возможность действительно показать, кто Он есть на самом деле. Потому что Аллах — Хаким, мудрый. Поэтому мы надеемся на милость Аллаха и в то же время, конечно, боимся плохого конца. Просим Аллаха хороший конец. Так что те намазы, которые мы здесь делаем, нам пригодятся, иншаллах, в судный день. Здесь мы научились джаатия, саджда делать перед Аллахом, кланяться, на колени вставать. И там это с лёгкостью сделаем. Это как наше такое лёгкое утреннее упражнение, как будто будет. Мы уже привыкли к этому. Кто не привык, им будет очень тяжело. Поэтому намазы ни в коем случае пропускать нельзя. Это всё не шутка, это не игрушка, это подготовка к настоящей жизни. Это жизнь здесь — игра. Здесь только играем, забавляемся. Это вся жизнь, потому что она так построена. А там будет настоящая жизнь. И как дети играют в песок, строят себе дома из песка, а потом научатся, и взрослыми станут, большие дома будут строить. Здесь играют машинки, большие станут, машины будут водить. Девочки, куклы играют, потом мамы будут. И это Дунья, мы здесь тоже чему-то учимся, учимся, учимся. Для чего? Для того, чтобы применять в Ахирате. Вот такие сообщения.